Йоу! Всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккейда, и добро пожаловать в Метро Экзодус! Вновь врываемся в эту замечательную игру и продолжаем исследовать этот замечательный мир. Вот, я включил вертикальную синхронизацию в этот раз, поэтому всё должно быть несколько лучше, по крайней мере, я надеюсь. Потому что в первом эпизоде всё-таки чувствовались кадры, сейчас, по идее, уже бы не должны. И, собственно, продолжаем наше путешествие. Год за годом в эфире лишь вой помех. Белый шум и пустота. Как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Но уже всё. Они уверены, что эфир пуст. Уже ребята в курсе. Укрывшихся в московском метро в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни. Ну да. Что мы не обречены доживать свой век под землёй. Но мне не верят. Но мы-то знаем, что оно и как. Собственно, игра нас уже телепортировала в сам поезд, в котором мы ехали в окончании прошлого эпизода. Поэтому предлагаю сразу же туда ворваться. И я думаю, что сейчас будет небольшое предисловие, кстати, по поводу моего геймплея и так далее. Так, стоп. А мы ещё типа не взорвали ничего. Мгм, мгм, я понял. Я понял. Собственно, что хотелось бы сказать. Да, меня несколько удивили даже комментарии, которые были про первым эпизодом. Меня попросили... Фильтры быстренько поменяем. И я застрял здесь. Так вот, меня попросили меньше обращать внимание на косяки и больше обращать внимание на сам лор игры. А, зря. Я даже быстрее по нему не мог, что интересно. Ну да ладно. Давай, дружище. Иди, восваясь. О, зато мы сможем посмотреть на это ещё раз. Это классная сцена, которую действительно хотелось бы ещё разочек посмотреть. Вот. Ну и у меня есть как раз минутка, собственно, рассказать, почему в первой части я был так негативен и недоволен. Возможно, меня разбаловали Red Dead Redemption 2 и GTA V, где, в принципе-то, я ничего такого вот подобного не видел. Поэтому я, возможно, уже привык к высококачественным играм. Я как бы не говорю только что Metro Exodus, ну, прям вот, вот, не очень. Но, тем не менее, просто со стороны визуальной есть, есть моменты, которые я озвучил в прошлый раз. Но, тем не менее, вас услышал. Давайте будем больше читать диалог, заметок и просто-просто наслаждаться этой замечательной игрой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как красиво, чёрт возьми. Ну и вот. О, ес, ес. Мой френд Сэм. Он очень хороший парень. Вот так вот. Сейчас мельник на нас поорёт немножечко и будет, в принципе, неплохо. Это спойлеры. Ну, 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 да, 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 да. Да, да, я. В общем, так, да. Мы стоим сотни километров от Москвы. Мне интересно, что будет дальше, кстати. Вот реально интересно. Давайте это скипнем, потому что в прошлый раз мы всё это дело читали и видели. Если вдруг интересно, можете, собственно, ознакомиться в конце прошлого эпизода. А тем временем мы врываемся в голову под номером два. Да, 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 они же дозиметры хотели проверять. Серьёзно? Не врали я. Ммм. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Я, кстати, по диалогам всё это дело напоминает фрилансера. Если помните, это старая такая игра была. Но, тем не менее, не мешаю. Не окончено. То есть, как это не окончено? Знаете, что даже я сейчас как вот сделаю? Я даже вот так вот сделаю. Вот так. Перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИ. Сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьём в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. Ну, это имеет смысл. Эта станция была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой. Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь, сдохнешь». Знакомый гриф, да, да. Станцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчёт вперёд? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать... Я всегда это делаю. ...проведший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования... Давайте покрутим крутилочки. Сейчас всё-таки потише его сделаю, потому что я даже не знаю. Я всё по идее сделаю тише, но тем не менее. Это... Надо двигаться вперёд. Что ещё за командование? Ммм, это известно. Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала? Ну, это же просто сказки. Говорит о том, что... Не сказки. Ну-ка, ну-ка, а это что? Всем, кто слышит это сообщение. Всем, кто хранит верность присяг. Объявляется общий сбор, точка сбора, код 1811-710. Квадрат 18-10. Повторяй. Объявляется общий сбор, точка сбора, код 1811-710. Окей. Значит, мы отправляемся в путешествие. Вот наша цель. О, я забыл то, что Мельника с ногами такая штука приключилась. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Качевек — это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там всё руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что всё было не напрасно. И всё изменится. Всё, вы понимаете, это. Начинается новая жизнь. Звучит, звучит как утопия практически. Неплохо. Это, кстати, как всегда орлы. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это я мигом. Это я ибоем сначала. Но до Урала путь не близкий. А, мы на Урал едем, нечего ещё. Да. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Да, юмор. А, я чё-то неловко себя чувствую. Я, в принципе, поддерживаю Артёма в его молчании. Чё, как они молчали? Ай, чёрт возьми. Красивое имя. Вообще норм. Но Крейсер чё? Крейсер. Юнайтед Стайс Шип. Ну, погнали. Завро! Е. Что это за бодяга-то вообще коричневого цвета? Виски, что ли? Виски или коньяк? Давай на карту-то посмотрим. Ну, ответили и хватит, пожалуй. Ермак полный вперёд! Так. Ничего себе, маршрут. Сколько же нам туда ехать? Терсаранс, ковчег правительства. Продолжить исследовать поезд? Ага, ага. Пойдём исследовать поезд. Я за то, чтобы поисследовать. В конце концов, исследовать это я люблю. Это прям круто. Здорово. Все железные дороги в нашем распоряжении. Я тут, полагаю, здесь свободно. Что, Моисей наш? Чёшь, какой воздух без намордника сладкий? Вот ты, блядь. Или не сладкий? Сколько у него оттенок? Хе-хе-хе. Да. Давненько я этого не ощущал. Да. Это же конец прошлого метро, по-моему. Ну да. Это дорога, конечно. Да хрен его знает, чё в конце придётся испить, дружище. Пойду я, пожалуй. Да-да-да. Классная история. Начни блок, пожалуйста. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Чёрт возьми, а почему я так меня нахожу? Хлебать из ведра придётся. Ты точно в порядке. Я ведь тебя знаю. Давайте пройти. Ребята. Я, блин, исследую поезд. Неужели он, ну, мать твою? Ну да. Ладно, пойдём снова с ребятами пообщаться. Вот это исследование, конечно. Вот это да. Наверное, куча сумок каких-то. Собрали баулы и отправились в путешествие. Блин, свой поезд это охренительно, я считаю. Если радиации нет, получается, чтобы всех из Москвы вывезти можно. Да. Представляешь? А не важно, какая радиация, товарищ американец. Жителям Москвы придётся остаться в Москве. Потому что прописка. Хе-хе-хе. Совсем мало отехать, а радиации нет. Это у вас в Америке может о чём рост. Было. А у нас тут всё всегда очень сложно. С утра мы герои метро, а к вечеру уже вредители и шпионы. И это ещё до того, как поезды их поезды отправили. А всё почему? Потому что теперь мы знаем кое-что, чего раньше не знали. То, что считали правдой, оказалось ложным. И только за это нас готовы. Да, кстати, это такой интересный и глубокий довольно концепт. Ну вот начальство Ганзи, наверное, знало, что тут можно жить. Наверное, это же торговцы. Сейчас отойдут, ребят. Потому что хотелось бы сказать, что это реально интересный концепт. Суть которого заключается в том, что мы живём, в таком своём ограниченном мерке, и не знаем, что происходит за его пределами. Здесь такая, видимо, глубокая мысль. По крайней мере, для себя я её вынес. И есть такой термин в английском языке. Звучит он Tunnel Vision. Это когда ты на что-то смотришь довольно ограниченно. То есть, условно, представьте, то, что у вас обзор не... 108... Ой, сколько там получается? Ну, примерно 180 градусов. Может, чуть поменьше, наверное, даже 90. Ну, где-то так. Ну, не знаю. В общем, представьте, вот просто возьмите сейчас две руки и... Представьте ладошками прям краем своём глаз. И начинайте их чуть-чуть сближать. И не повредить себе ничего. И вы поймёте то, что... Вы многое перестаёте видеть таким образом. Закройте глаза, и вы не будете видеть. Удивительно. Короче, суть в том, что... То, что... Ограниченность видения, она намного влияет. В любом случае. Нэм. Его идиот зовут Ватар. Кстати, Дамир казах или нет? Дамир. Дамир. Протан. Э. Хе-хе-хе. Восточный экспресс. Нэм. Станца... Новые бащуки. Платформа справа. Поезд дальше не идёт. Просьба освободить вагоны. Блин, я просто, наверное, не из тех игроков, которые готов вот прям вот часами слушать и при этом ничего не комментировать. Это для меня странно. Дамир постоянно ноги приставает. Хе-хе. У них такой треш-толк прикольный получается. Мне нравится самослушать. Дышать можно. Я обрадовался. Дышать можно. Я обрадовался. Автоматически. Что вышло? Полковник знал, всё получается. Получается. Ну да, ну да, ну да, ну да. Куда бы мы без них после Д-6? Кто нам оружие дал? Кто личный состав докоплектовал? Ну да. А нам с тобой, брат, не положим. Наше дело маленькое. А между ними прям в основном, чтобы в лям мухе был идиот, а в лям мухе Шэм. Кто, блин, если не мы? Натуре. Неприятный ты человек, идиот. Неприятный. Слишком. Мне так нравится его пародировать, блин. Он топовый. Дамир. А что нам жрать, простите? Ямонтау. Ямонтау, это, да. Ммм. Но это угод. Его на каждой станции должно быть запасено. Ну да, это же провоз, в конце концов. Да. Мы остановимся где-нибудь в ближайшее время, господа. Было бы неплохо. Серьезно. Да, я дурак фильтров как раз. Хе-хе-хе. Мам за те же патроны сурбая на полгоста. Серьезно. Эх. Нем. Обидно. Я думаю, что вам не особо-то слышно, скорее всего. Сейчас я-то слышу. Серьезно. 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 Как раз патроны заводские пригодились бы. Мало ли кого встретим. Ну да. Не смотрите, блин, головы на дорогу. Я, опять же, косяки игры подмечаю, но это же я, в конце концов. Я просто могу, учитывая то, что колесо у нас заходит за сам рельс. Это прикольно, конечно. Да, можно было бы и не показывать. Все правы, брат. И все ошибаются. Ммм. И чего я спрашивал? Натуре. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают. Огорчаюсь, если я не понимаю людей. Хе-хе-хе-хе. Да, ребята. Говорить бы еще о чем. Конечно, рельсы эти, они такие кривые. Мне было бы страшно на них ехать, честно вам признаюсь. Мне кажется, мы как ледокол их выпрямляем. О, это колесо. Эй, да, мир. Да, мир. Ладно, парни, пойду я назад в каюту, в кабину. О, еще одна станция. Станция. Не, я не придумал классного названия для станции. Ну и, собственно, ладно. Пойдем внутрь. Что-то есть. Я вот. Эй. Ну ладно, мы пойдем вниз, наверное. Там мельник, походу, сидит. Это, это есть хорошо. Так, мы можем посидеть. А вы давно с этими с глушилоками работать начали? Опа. Почитаем заметки тогда. Это единственное, чем я могу сейчас заняться, я так полагаю. Внимание у всех сотрудников особой службы охраны системы СЧИТ. В текущем квартале участились случаи попытки прорыва кольца обороны шпионами и завербованными агентами из нехарактерных демографических групп. Женщины, старики и подростки. Это доказывает высочайшую эффективность действия особой службы охраны, не оставляющей противника ушенцев на успешное вскрытие наших рубежей обороны и введение подрывной деятельности обычными средствами. Именно поэтому все сотрудники ОСО должны относиться к своим обязанностям с особой ответственностью и без колебаний применять любые меры к задержанным всех категорий. Помните, враг хитер и коварен, он в отчаянии и бросает в бой последние резервы. Однако враг все еще силен, а крыса, загнанная в угол, наиболее опасна. Совет обороны. Вот так вот. Че я еще не прочитал? Вот это. Так, это мы прочитали. Зима я не могу прочитать, да? Докладная записка. Начальник железнодорожного управления Пэрщит. Пэр это что такое? Пр. Ну ладно. Железняков ВМ. Докладная записка. О состоянии путей. По результату проведения по вашему заданию проверки состояния путей сообщаю, что за охраняемым периметром в пределах проверенного участка состояние пути от удовлетворительного до отличного, что представляет серьезную угрозу безопасности, так как облегчает передвижение и снабжение вражеских агентов. В пределах охраняемого периметра износ полотна превышает все допустимые нормы и может привести к полной остановке движения на наиболее загруженных линиях в ближайшее время, что вставит обороноспособность Москвы под угрозу, затрудняя снабжение постов и переброску резервов. В связи с изложенным прошу немедленно направить все путевые бригады на ремонт наиболее пострадавших участков полотна и насыпи на внутренних линиях. В качестве ремонтного ресурса предлагаю использовать полотно, снятое с путей за 101-м километром, одновременно лишая противника возможности использования ведущих город-линий. О, мы в дерьме. Есть ощущение, что мы сейчас просто с рельсов сойдем, потому что там больше нет полотна ни хрена. Здравия желаю. Спасибо, Токарев. Серьезно? Круто. Здорово, князь. Закидываешь? Давай, я тебе помогу. Могли бы, между прочим, и наверх позвать за Аврору выпить, раз уж вильзевула бы его не приняли. А, Аврору назвали крейсер. А, я понял, понял, понял. Ну, пош... А, я вышел. Ссори. Да, обращайся, дружище. Был рад помочь. Давай. Да, было неплохо. Ничего, мужики, я думаю, что мы пойдем наверх, послушаем что-то. Что-то моя женщина, с кем ровно разговаривает. Так, воздухом подышал. Красота. Скажи? Да. А я тут у Андрея Ивановича думала узнать, что нас дальше ждет. И что нас ждет? Простите, что прервала. Да ну что ты, Ганя. Хе-хе-хе-хе. Мы тут и до рассказать-то всего ничего осталось. Ну, я и верю, надеялся. А два месяца назад они людей на Аврору мою погрузили. Потом охраной пыла. А вернулась уже в бизи. Подвезли, говорят, до станции дальней. Да, что там, ребятки, какие-то новости есть. Мне просто интересно. Что-то, по-моему, мы уже это здание проезжали. Может быть, мы по кругу ездим, господа? Может быть, это московский кольцевой диаметр? Или как оно называется? Может быть, это МЦК? Знаете, что это штука? Вот. Она же по кругу идет, поэтому... Можно и не заметить. Но если мы за 100 километров от Москвы, то это вряд ли. Быстро мы, кстати, 100 километров преодолели. Давайте дослушаем. Прикольно. В общем, они скоро поняли, что видел я котлова. И давай мне про шпионов по ушам ездить. Да, он рассказывает, как туда попал. И вы поверили? Ну как? Сначала показалось, проще будет поверить. А потом сорвался. Тогда особист мне прямо и говорит. Расскажешь, кому умрут все, кто слышал. Если надо, и всю станцию на тот свет отправим. Так вот и ездил с тех пор. Стараюсь в ту сторону не смотреть. Ну, понятно. Когда вы появились, и Артем потом, я понял. Все, а теперь я не один. Ну, как такое в себе держать? Ну, да, да. Я понимаю вы решение. Теперь я понимаю, почему вы тогда нам помогли. Да, да. Мы же спрашивали, он обращал попозже рассказать. Я надеялся, что он это сделал. Дай бог выйдет из этого что-то пунктное теперь. Да. Да. А вам за город паровозы приходилось водить? Нет, дочка, не приходилось. Я ведь машинистом метропоеза был. А, ты интересен. Служил на Кольцевой. Ха-ха-ха, согласен. Это точно. Мне, кстати, всегда было интересно. По кругу и по кругу. А там что ехать-то? Раньше всю Кольцевую... Че, если это где-то минут 30, по-моему. 35. Вот я и думал, хорошо бы был из метро уволиться на железную дорогу. Не как крыса в лаверинке тыркаться, а по всей России матушке. Жена против была. Петер, двое. Я как с ней не заведу про железную дорогу, про мечту свою. Она потом месяц со мной не спит. Протестует, э-э-э. М-дэ. М-дэ. А Москву как накрыла. Татьяна моя, Сашенька и младшая тоже. Я был на службе. Иришка сдала меня в метро. С Курсух возвращалась. Так мы вдвоем и выжили. Но в конце концов я и ее потерял. Туберкулез. А, какие дела. Вот я машину иду, а сам с Татьяной моей разговариваю. Что, Таня? Все-таки не удержал ты меня. Вот он я. На расстоячей железной дороге. Машинистом. Нормально, ты полегче, конечно. Да не лучше, а. Прости, чтобы я расчувствовался. Ну что вы. Это вы меня простите. И спасибо, что рассказали. Не-е-е. Артем, а на параде музыки какой нету? Че найдем? Да какая сейчас музыка? Музыка. Ну а вдруг. Мало ли. Артем, пошли на там свык. Че, Смельник, подожди. Ммм, сейчас еще ничего найдем. 16-й, ответьте. Оу. 16-й, слушай. Только что к вашему посту прошла группа на двух машинах. Будут у вас минут через 40. Готовьте встречу. Уу. Понял вас, 102-й. Круто. Так, давайте. О. Че, че, че. Ну вот, я же говорил. А ты, которая сейчас музыка? Окей, как выйти-то отсюда теперь? Эээ. Ага. О, да ладно. Блин, это копирайты. Нет, 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 нет. Я понял, че это за трек. И это копирайты, это просто, да. Сейчас стол завалим. Ааа, блин. Пфу. Все, хорош. Дай мне выйти отсюда. Конец связи. А, очень какой-то неочевидный немножечко меню. Чего, Мельник? На пару слов просял. Курлык? Мельник? Или где он? Подожди. Погиб я, сэмушка. Но хоть при исполнении. Блин, а ты же... Мельник здесь сидит? Просто не могу уже разобрать нихрена. Ну да, похоже на него. А, нет. Нет, нет, нет. Подожди. А где он тогда? Блин, а где он? А может... А, нет, все увидел, увидел. Я слепой просто. Че, давай покурим. Давай так, что было там? Да, я тебя не останавливал, когда ты лазил на лево. Да, отговаривал. Да, и говорил, что мы не единственные, кто выжил. Но у меня самого, у меня допуска не было. Это государственная тайна. Я просто не отпускаю так. Курение вредит вашему здоровью, не забывайте. За что тогда наши парни в Д6 полегли, а? Ноги свои за что я? Но я понял, потому что война, потому что секретность. И парни наши бы поняли. И ты пойми. Что, неужели ты не разболтал бы всем и каждому в метро? Ты ж, блядь, Прометей. Тебе людей наверх из пещер. Надо вывести непример. Мастер, ты хренов. Думаешь, ты бы кого-нибудь спас? Что вы с глушилкой натворили? Сейчас, может, Москву раскрыли из-за вас. Сейчас, может, ракеты на подлете. Хороший лезь в мою камеру. Ясно. Перестань. Значит, нам как споткнулся, мы собегусь, просто чтобы не упасть. Надо бежать еще скорее. И не дай бог тебе еще раз поставить нам всем под ножку. Понял? А, дождь я теперь виноват, да, Мельник? Ага. Надо выбрать там. Я думаю, мы уже куда-то ездим. А, действительно, ничего себе. Ну, ладно, хотя бы с персонажами познакомились чуть поближе. А, там что-то про цветной бульвар и бордель в нем. Неплохо, неплохо. Это интересно. Как раз они там тоже писали. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим. За Тамбовым уже. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. А мы к Саратову даже ближе. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все не спасаются. Я согласен с Артемом здесь, на самом деле. Я ближе к его позиции. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямонтаро, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Ну да, ну да. Интересно, что за армия, конечно, оккупационная. И почему они до сих пор не были в Москве или от обороны настолько хорошие? Ну, видимо, да, раз они говорили о том, что перекладывают пути. В принципе, были уже прецеденты по поводу того, что направляли женщины, детей и так далее. Вот это вот все. Ну, погнали. Интересно. Окей, я вникаю в игру. Вы довольны все? Надеюсь, что да. О, здесь... А, я думаю, зима закончилась. Я просто показалась на секунду. Эй! Как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Спасибо. Да, она приятная довольно. Что у тебя с ногой? Ну ладно. Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение... Чё с мостом? Мост, 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 мост. Мост, мост. А, дерьмо. Толь жизни, от которой ты всегда бежал. Там куча припасов было, кстати. Я думал, что все. Парад по тормозам давать, господа. Там впереди... Впереди земля. Вставай. Лучше посмотри на дорогу, слышишь? Аня! О, вот так. Вот так. Сверхъестественное начинается. Что происходит? Давай, удивись. Ну, там же видно явно. Окей, окей. Дерьмо. Вот дерьмо. Зачем я спрятал? О, драм. Дерьмо, 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 дерьмо. Да, фоторежим. Самое время. Где-где-где? Есть. Впереди. О, у нас флаг есть. Круто. Вперед-вперед-вперед-вперед. Нормально, нормально. Пошли внутрь. Ёкарный бабай. Да не ты. Если бы я мог что-то сделать. Тарчи. Даже написано «Тарчи». Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Давай. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять ещё лучше. Аня, прикроешь его. Языки не помещают, да. Всегда полезно. О, классно. Нет. Пока в ситуации не разберёмся, от Авроры не нашёл. Прикольный журнал, кстати. Пошли, Артём. Они уже работали. Справились. Это круто. О, это круто. Вот это реально классно. А-а-а. Очень круто. А-а-а. Очень классно сдавал. Ну, пошли, пошли. Где мой автомат? Давай. Давай. Окей. Спасибо. Давай, дружище. Ну, прости. Лего, я, в принципе, с ним знаком. Пошли, пошли. Погнали. Из говна и палок. Угу. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную арту. Деды какие-то. Да. Пошли. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? А может, простые жители, как бы... И мы только что выяснили, что некоторые правды бывают ложью, и некоторые ложи бывают правдой. Поэтому... Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Пускайенько. А, да? Ничего себе. А, ух ты. Здорово. А, черт возьми. Слышал? Здесь чуть воняет. Проверишь, что там. Ну, круто. Давай, давай. Патроны бы не помешали, конечно. Ну, вот это выглядит дерьмово, конечно. Я пошел бы отсюда, желательно поскорее. Так, стоп. Что-то ничего не пропустил. Нет? Ага. Так, я и думал. Производство модификации оружия. Это интересно. Ну, давайте, наверное... А, прикольно. Ну, здесь фонит, поэтому я бы не стал, наверное, этого бы сделать. Давайте выйдем из этого портфельчика и рюкзака. И будет неплохо. Ну, пошли. Найси с патронами. Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опора Лэб. Для снайпера места лучше не найти. Идем туда. Идем туда. У нас кто-то снайперы есть? По-моему, только у них есть снайперы. Если вообще здесь кто-то живет. Пойдем. Сохранить игру. Блин, вот когда тебя просят игра сохранить игру, это значит, что некоторое дерьмо должно произойти в ближайшее время. Это точно. Блин, было бы круто на таком газике поездить. Я прям уже чувствую. Здесь нихрена. Ну, пошли. Круто то, что мне дало на него забраться. Вот это прям прющик. Выглядишь не очень, дружище. Выглядишь не очень. Ух. Вот это топовый туалет. Я бы, на самом деле, в таком даже бы и жил. Но это не точно. Так. Тем временем. У-у-у. Так-так. Это интересно, конечно. Чем больше грязи на вашем оружии, на любом раз таки может привести его в порядок. Вот это круто, кстати. Да, это классно. У причала есть лодка. Как закончится, война. Да, да, да. Обязательно, давай. Блин, классный пистолет. Ну-ка. Блин, пока не буду стрелить, наверное. Греха подальше. Но, тем не менее. У-у-у. М-м-м. Уран. Наконец-то. Наконец-то. Какая-то зеленая дрянь здесь находится. У-у. Еще пробраться сюда могу даже. Прикольно. Надеюсь, что меня здесь ничего не сожрет. Не круто. Ресурсы, конечно, в этой игре, это... Это сложно. Это сложно. Патроны, это тоже очень сложно. Кстати-кстати. Было бы интересно, если бы у меня еще на батарейках был заряд. Типа, когда-нибудь у меня бы еще и заканчивался заряд на фонарике, что вообще было бы прям крайностью. Ну, это было бы и ожидаемо тоже. Отчего, отчего мне так хорошо? Здесь можно прям кучу русских песен в этой игре петь, пока я в нее играю. Я же люблю этим заниматься, поэтому... Ну уж извините, это, да, это мои прохождения, что поделать. Пойдем. Вместе с вами. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Разрядим. Патроны лишними не будут. Лудочная станция. Так, я здесь. Сейчас, минуту, еще загляну прямо сюда. Сперу все, что нужно. Блин, лутать здесь можно реально много всего, да? Хорошее местечко. Хорошее местечко. В точном метро, мне кажется, уже всего. И греби в церковь. Весло в руки, руки в ноги. И греби в церковь. Как устроить... Чего? Вызову? Я что, мальчик по вызову, что ли? Или что это вообще происходит? Сейчас я найду текст песен. Чтобы мы не скучали, пока мы будем плыть. Надеюсь, нас никто не созрет из-под воды. Так, для выхода из лодки нажмите Е. О, там какая-то дрянь что-то жрет, блин. Она довольно большая. Фатафор. Что ты такое? Оно еще и плавает. А вот же говно. Вот же говно. Что ты такое вообще? О, может быть, есть? Что-то, может... Так-так. У-у. Это интересно, интересно. О-о-о, только не в воду, пожалуйста. Я же умираю автоматически, если я правильно понимаю, да? И я не могу... Нет! Бра! Не умри, пожалуйста. Нет, 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 нет. Ну здесь реально полметра, ну... Окей. Даже выпало, что круто. Чем больше грязи на вашем оружии... А, просто оружие запачкал, да вот! Ой, надеюсь, что меня ничего не сожрет здесь, блин. Окей, ладно. Хороший с экспериментами. Ну, нахрен. Я уже думал, что я утонул, потому что мы... Потому что мы уже так, собственно, и погибали как-то раз. Выйду ночью в поле. Это какие-то мутирувшие раки, что ли? Очень похоже. Только мы шканем по полю идем. Только мы шканем по полю идем. Сомневаюсь, что это служба. Артем, смотри, на колокольню женщина какая-то тряпкой машет. Проверь! Да, 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 только патроны возьму. Что это? Оу, вот это мне, кстати, нравится больше, чем вот это вот дичь. Но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только... Не вскрываешь? Я постараюсь не вскрыться. Хе. Да. А, да вот здесь глубоко настолько, а как столб там стоит тогда? Что происходит? Да, похоже на то. Ну, вон, пошли-то назад. Просто думал, что это все, точка назначения моя. Пункт назначения, можно даже сказать. Но, а как оказалось, нет. Блин, эти мутирувшие раки меня реально напугали. Что даже хрен его знает. Я каждый раз меняю свое предыдущее оружие на что-то новое и более классное. Но это то, что у меня, по-моему, уже было. Вы знаете, что? Что-то типа пистолета-пулемета куда интереснее, чем все остальное. Как по мне. Да идите на хрен с моей лодки. Моя лодка, мать твою. Ночью в поле звезд благодать, а благодать. В поле никого не видать, а не видать. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Сиду я верхом на коня. А на коня ты неси по полю меня. Что там происходит еще? По бескрайнему полю моему. Царя Удинова. По бескрайнему полю. Святой отец Силантий как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Ой, блин, сектанты. Как скажешь. Спасибо. Блин. Если меня здесь пристрелят, я думаю. Я получаю вайбэ из Far Cry 5. Прям вот чувствуется именно... Блин, я не могу, кстати, камеру открыть. Было бы круто, если я мог сейчас скриншот сделать. О, что случилось? Что случилось? Я надеюсь, что я ничего там не сбил. Блин, там такая проповедь интересная была. Я пропустил. Нет, хранение, видимо, было. Каковы братьев, каковых ждем мы с радостью и предвкушением. Ну ладно. Так отринь заблуждения, отринь соблазды и грехи. И найди спасение всей обители. Аминь. Черт возьми, это было замечательно, отец Иоанн. Это было замечательно. Так, я могу теперь сделать скриншот? Да как так-то? Видимо, нет, ладно, поплывем дальше. Интересно пробовать. О, ничего себе. Ничего себе. Сильное заявление. Серьезно? О-о-о-о, верни меня в лодку. А я достал, типа, оружие? Тебе сейчас запру. Тебе сейчас запру. Тебе сейчас... Настя, я веду, подожди. О-о-о, вот этот дядя с паровоза. Он и спаситель пришел. Это да, это да. Собирайте монашки. Да, 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 да. Представляете, блин, церковь царя Водяного на самом деле не настоящая религия. Окей. Да. А вот дерьмо. Ну пойдем. Только мы вместе все пойдем. Окей. Надеюсь. Ну что, дружище, время, время, воевать. Я чувствую. Ну, попоем. В другой раз я тут чувствую. Эй, здорово. Вот так его. Опа. Ух. Давай, дружище. О-о-о-о, рья, дарья. Да как так-то? Я не знаю. Что-то, что-то как-то у меня еще и все стреляет по одному. По одному патрону. Что-то странно. Ну ладно, короче, да, сейчас мы вернемся. После небольшой рекламной паузы, конечно же, конечно же. И развалим придурков. Блин, я просто не знал, что они даже так близко будут. Я не знал, что они там не один. Я думал, что... А, короче. Какая нахрен разница? Кому вообще интересно? Вам интересно смотреть на то, как я стреляю по всем подряд. Открывай окно. Открывай окно, женщина. Правда, боже. Я уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Селандия нас уже вот в церкви держит. Да. Мостовики говорить с еретиками не станут. Ну да. Техноборцы. Техноборцы. Это что-то новое. Открывай окно, женщина. Давай, давай, давай. Давай. Найс. Я погнал. Действительно. Что? Ты тоже слышал, правда? Ну вот так, вот, тихо. Быстренько перезарядим, что у нас патронов хватало. И пойдем. Как скажешь? Почему я пройти не могу? Я не могу пройти! Окей. Лис. Еретик прячется где-то здесь. Найдите его, братья. Внизу нечистели! О-о-о. Нечистая сила. Получай! Нечистая сила. Я, между прочим, действительно давно не мылся. Это правда. Черт возьми. Редемся. Окей, заклинило. Что значит заклинило? What the fuck? Типичный Калашников. Он довольно тепленький, кстати, сейчас. Даже не думай. Так, давайте осмотрим все. И у него Калашников, видимо, был. Дай мне забрать у него Портерон. Отлично. Так, стоп, что я сейчас делаю? А, ну ладно. Окей. Мы его типа разобрали, я так полагаю. Хренеч. Ну, это точно. Ты и снаружи меня не особо прикрывала. Хочешь, быстренько. Аптечек у нас нет, да? Ну, вот так его. Патронов у нас. 21 нормально. Еще 15 на другом оружии. А, ты ублюдок. Как знал. Так, это типа другой выход. Я понял. Окей, плохо. Надо отсидеться минутку буквально, и потом мы сможем, так думаю, продолжить. Вот это уже интересно, кстати. Да-да, я сдаюсь. Я почти поверил. Черт возьми. Надеюсь, что здесь, как бы, не целая армия везде находится, потому что защищать это я просто устану. Ты не стреляй. Я сдаюсь, видишь? Ну, предположим. На бандита не похож. Даже если убьют, то хоть мучить не станет. Тоже неплохо. Нахрен. Я не хотел менять, кстати, оружие свое. Так. В принципе, у меня нет цели их убивать. Я типа не совсем уж конченый. Немножечко, может быть. Вот. Там вроде, кстати, неплохой автомат Калашникова был где-то здесь. Да? Нет? А-а-а-а-а. Вот этот вот. Не, они одинаковые, видимо. Ну да и хрен с ним. Эй. Эй. А как их освободить? Было бы неплохо, конечно. Вроде не злой. Кто говорит? Вроде не злой. Это правда. Блин, аптечки очень не хватает, парни. А-а-а. Здорово. Так вот прям по носу. Кто там стучится? Сейчас, сейчас, сейчас. Я вернусь, выпущу всех. Не злой. Хорошо, что они сдались. Черт возьми. Пойдем попробуем помочь женщине. Есть возможность ее снова-то открыть. А, нет. Они вышли уже. Ммм. Неплохо. Ну ладно, погнали. Приятно кого-то спасать, кстати, чертовски. Ау. Серьезно. Я обожгла эта штука. Блин, где-то в той стороне. Я просто не могу понять, где именно. Странные ублюдки. Придумали для меня ловушку и думали-то, что я такой простой. Хрен издвоем. Сейчас, ребят. Ну что вы там... Как будто вас срежут. Давай, придется выбить, я чувствую. Говно. Это здесь? Блин. А что там вообще происходит-то, собственно? Уж есть какой-нибудь альтернативный вход в это место? Ам... Ой, да что ж, это такое делается. Ой, плохо мне. Ой. Ой, батюшки. Ничего себе. Девушка, извините. Бабуля. За грехи наши тяжкие наказания. Да. Блин, где ключ-то найти от этого дерьма? Слушай, интересно. Я даже дверь-то взломать не могу. Сверху как туда попасть, кстати, есть возможность? Было бы неплохо. Колючка. Так. Попробуем в эту сторону сходить, посмотреть здесь. Так. О. Про тебя говорят, что дьяволу поклоняешься. Я тебя, блин, попоклоняю сейчас. Правда? Меня научишь? Черт. Я стал бы учеником. Я бы прилежным учеником был бы. Ну пойдем, пойдем. Научи меня. Пошли. Нет? Может, ударить просто. У меня нет цель, по-моему, никого с собой брать. Куда? Уходишь. Стой. Угу. У меня почему-то есть ощущение, что я действительно мог бы ему что-то показать, но в этом я почему-то еще и сомневаюсь одновременно. Так, что у нас здесь? Интересно. В принципе, ничего с этого вроде бы. Ууу. Зато, зато. Пойдем вниз. Блин, да я не понимаю, их там что, жгут что ли? Просто... Может быть, к ним такой же подъем есть, кстати-кстати. Просто хрен его знает. Сейчас мы попробуем спуститься вниз. Здесь же должен быть уровень ниже. Да, вот здесь. Просто ни разу здесь еще не было. Уу, отвратительно. Так. Ревки. Так, ребята. Я не знаю, что там происходит, честно вам признаюсь. Я просто без понятия. Какая мразь вообще их там закрыла и почему я не могу туда попасть? Что я могу сделать с замком-то? Просто хрен его знает. Его даже здесь нет. Он даже не висит, понимаете? Но я открыть ее не могу. Есть ли какие-нибудь мысли, может быть? О, это прикольно, кстати, что это за штука. На, револьвер. Классно. Я не прочь. Блин, ребят же. По одному патрону еще стреляет. Ну, хрен его знает. Так. Может, я, конечно, просто чего-то не замечаю от слова совсем. Давайте, наверное, еще раз поднимемся и посмотрим, что тут есть. Может, здесь какой-нибудь ключ или что-нибудь в таком духе. Где вообще Аня должна была подойти ко мне сюда и вроде как меня спасти. Но в этом я искренне сомневаюсь. Ну, пойдем, пойдем, попробуем. Почему бы и да. Пойдем в сторону того места, где я выходил, вернее, заплывал сюда. Блин, ребят, я не знаю, как вам помочь. Может, это какой-то ключ, может, шифр и охрен его. Ну, их хотя бы не травят там ничем. И с того, что я вижу, как бы ничего такого страшного. Особенно там не происходит. Они просто кричат, потому что им, наверное, нравится. Хотя, я в этом не уверен. Ну, как мне туда попасть-то? Блин, может, на улицу выйти здесь есть вариант. Вариант, вариант, вариант. Было бы неплохо. Как, кстати, подняться на ту трибуну, где этот чувак вещал? Мне кажется, он оттуда откуда-то включил всю эту штуку. Которая начала работать и заперла меня. Обитель Силантия. А, Силантия, чертяка. Блин, я чего-то подзавис как-то. Может, просто для меня это не очень очевидно. А вы такие, блин, ну я уже сто раз это прохождение видел на Ютьюбе. Блин, он прошел просто эту игру. Не видит просто очевидных вещей. Как так можно вообще? Че, по пути бежал и резал? Бежал и резал. Ууу. Да, куда-то в новое место вышел. Здесь я не был. Так. И что у нас здесь? Ага. Рычаг. Найс. Че сделать-то? Как их открыть-то? Блин. Короче, поплыли, наверное. Я так думаю. Поплыли. Аня, по идее, должна быть где-нибудь там. Да, нам надо за ней вернуться, если я правильно понимаю. Тогда мы вместе всех спасем. Ну, окей. Да, давайте так и сделаем. Я, кстати, не могу свой КПК открыть. КПК. ПКП. Не, дружище. Не-не-не-не. Ладно. Артем, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. А, да? Тебе туда похоже сейчас, чтобы проще доплыть, чем пешком. Сверчу с картой. Я не могу свериться с картой. О-о-о-о. Ты говной кусок. Ударь это веслом, пожалуйста. Дважды. Спасибо. Можно трижды. О-о-о. Чёртова тварь. В глаз тебе попасть бы. Блин, они ещё и бронированные. Ну, это чё-то новое прям. У-у-у. Не зажидись, пожалуйста. Ай, даже не думай. Сволочь. Окей. Даже не думай, сволочь помогла. Что интересно, кстати. Э, мрази. Артём! Эй. Сюда! Здорово. Спасибо, что помог. Ау. О-о-о. О-о-о. Выглядит не очень. Давай, греби быстрее, пожалуйста. Быстрее гребим. М-м-м. Вот так вот. Время, время уезжать. Время валить. И мне кажется, что так можно и сдохнуть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Зацепился бы за эту штуку. И она тогда не смогла бы меня съесть. О. Эй-эй. Быстрее, князь, князь, князь. Князь, князь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А. Охренеть. Это, блядь, что было? Штит? Похоже на то. Ух, и здоровый, сволочь! Забавно, конечно. Эх, ну пойдём. Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо. Приключений на жопу себе не ищи. Бескрайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой смотрел. они уже рассказала про сектантов а может поменяемся с тобой а на то я так и вернусь москву не сделав ни одного выстрела я девчонку там убить пытался да где то почему если веселуха какая-нибудь другим от мельник на тебя гонит а все самые горячие дела тебе хрен знает любит так второе кажется это нечестно выдернули меня из москвы и что сначала уголь теперь в болоте сиди в бинокль гляди есть возможности сувениров домой привезли к там самолет валяется не только там чего на память давай князь самолет тут конечно интересно не подгореть бы вот это наш подчеркать или снаряжение так не нужно верстак это интересно кстати это чертовски у и хороших калашников ой е найс это просто просто найс дружище почему здесь кстати горится эта дичь она же не должна гореть по идее послушаем пока надо было на том поле садиться хотя тянули ведь и долго тянули а тут у меня вообще какая разница отсюда на автомобилы точно не забраться мне да ладно все равно один а у вас же микроценте там наверное не повезло ребятам повезло еще сказать ну а птичку бы конечно и птички не хватает как не хватает подарочки еще ко всему прочему что интересно мне друг не думаю вот говно с кем они там полезла дичь ой-ой-ой-ой-ой-ой ты какая-то тварь большая охренеть удерживайте противогаз да здесь как-то дерьмовенько со всем этим делом пойдем что там случилось смертокрыл прилетел перед интерьер 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 я думаю нормально здесь без противогаза будет так ночью мы снова вернулись здесь они даже лагерь успели обосновать что неплохо привет привет как ты здесь казалось серьезно буквально 20 метрах было отсюда интересно ну что друзья думаю что на этом моменте мы закончим очередной эпизод с метро экзодус надеюсь что вам понравилось если так не забывайте клацать на кнопочку лайка и конечно же подписываться на канал и мы увидимся с вами в следующем эпизоде спасибо за просмотр самое главное не болейте и пока пока